Привет и мы продолжаем игру Disney волшебный турнир, это вторая часть, в прошлой части мы открыли 5 новых персонажей, это у нас Микки Маус, это у нас Алладин, Крюк, Салли и еще Ариэль. Здорово, ну что ж друзья, начнем битву, вот и сразу же массовая атака от Микки Мауса, наносит довольно таки неплохой урон, вот вражеским собакам и еще какому-то летающему монстру. Кроме того, Крюк пытается атаковать при помощи своей шпаги, вот нанесен неплохой урон и Алладин в прыжке наносит добивающий удар своим мечом. Здорово, один из монстров уничтожен, дальше я подключаю Салли, к сожалению, удар оказался не очень эффективен, но Ариэль добивает вот эту жуткую тварь при помощи своего волшебного трезубца. Супер, кроме того, Микки Маус бросает волшебную сферу и добивает противника. Ну вот, вторая волна, какие-то летающие монстры и Крюк бросает взрывчатки в коробке с подарком. Отлично, вот Алладин атакует при помощи меча, а Салли наносит критический урон. Ох, ничего себе, какой мощный противник и я в шоке, смотрите, он снимает практически большую часть жизни нашего Салли и мне нужно использовать массовую атаку. Для этого мы сбрасываем на голову врага огромный метеор и это приносит нам победу. Ну что ж, здорово, друзья, это только начало игры. У нас довольно-таки ограничено количество героев, их еще нужно здорово прокачивать и я надеюсь, мы с вами это будем все делать. Итак, предлагают нам продолжить, ну давайте-ка продолжим. Итак, друзья, прежде чем отправиться в новый бой, давайте-ка я немножко прокачаю наших героев, посмотрим, что я могу сделать. Итак, возвращаемся на бой. Вот, давайте-ка зайдем в вкладочку коллекция. Ознакомлю, что у нас есть с героем. А смотрите, сколько здесь прикольных персонажей. Имерида, кто здесь дальше есть? И Кронг, вот Динь-Динь принцесса, Жасмин. Здорово, Базлайтер, то есть целая-целая куча героев. Аид, вот кто это у нас, Бибоп. Ну, есть, есть хороший выбор героев, то есть есть из чего играть, есть что собирать. Вот, причем, причем очень-очень это все радует. То есть будет возможность сыграть и даже, смотрите, Зевса добавили, круто. Ну что ж, друзья, ну а пока давайте-ка прокачаем те герои, которые у меня есть. Жасмин наиболее, прошу прощения, Ареаль наиболее сейчас у нас прокачан на четвертом уровне. Вот, Крюк второй, Микки Маус второй, Аладдин третий и Салли наиболее слабо прокачан. Давайте-ка я его пока повышу, вот подниму на более высокий уровень. Итак, уровень, не знаю, друзья, пишет, что пятый уровень. Как это мы его прокачали до пятого, я не понял. Ну и еще давайте-ка мы его немножко, вот, сделай на него, наденем экипировку. Так, давайте-ка экипировать все. Вот, усиливаем нашим персонажей и посмотрим, что у нас делается с этим героем. Итак, Салли сейчас у нас вообще оказался пятого уровня. Не знаю, как так получилось. Ну и других героев я тоже попробую прокачать. Итак, повышаем уровень Микки Мауса. Ага, и его тоже мне удалось прокачать до пятого уровня. Ага, друзья, я так понимаю, что с развитием вот нашего аккаунта мы можем повышать героев до максимального уровня нашего аккаунта. Итак, я сейчас думаю, я прокачаю всех оставшихся героев до пятого уровня. И мы пойдем с вами в битву. Итак, повышаем и Алладина до пятого уровня. Вот, кстати, я могу на него тоже что-то, вот, надеть экипировку. Да, вот так. Вот, отлично. И еще давайте-ка мы займемся. Вот, по-моему, нас только, да, Ариаль осталась четвертого уровня. Сейчас ее повышу. Вот, посмотрим, нельзя ли на нее надеть какую-то экипировку. Нет, нельзя. Нельзя, но, в принципе, я считаю, уж очень у нас все неплохо сейчас работает. Да, с другими героями, как видите, все здорово. Все отлично. Да, на крюку можно было бы надеть какую-то экипировку и Микки Мауса. Давайте-ка, наверное, все-таки я это проделаю. Вот, потому что сейчас могут пойти очень сильные сражения, и у нас должны быть преимущества. Итак, крюка навешивает дополнительные экипировку. Вот, ну, как-то так. А сейчас давайте-ка отправимся в битву и посмотрим, насколько будет хороша наша команда. Кстати, что-то у нас возле домика появился какой-то значок. Итак, получить, что это такое? Получить, ага, друзья, за какое-то достижение. Ага, мы достигаем шестого уровня. Ну, я уже прокачивать героем не буду. Давайте-ка отправимся в очередную битву. И посмотрим, что из нас будет. И да, здесь несколько режимов. Я не сказал. Сейчас я прохожу только великую кампанию. Потом будет кампания героев. Вот, кампания злодеев. И еще арена пвп с другими игроками. Ну, а мы пока вот с вами идем по сценарию. Итак, вот в прошлой части мы прошли вот такую вот цепочку заданий. И сегодня я тоже с вами бы хотел пройти несколько миссий. Что ж, начнем. Итак, в бой. Посмотрим, какие враги нам достанутся. Итак, вот она наша команда. Вот Салли, Крюк, Жас... Друзья, прошу прощения. Все время на Ариэль хочется сказать Жасмин. Но это не Жасмин. Это Ариэль, Аладдин и Микки Маус. Этой командой мы и пойдем в битву. Посмотрим, насколько она будет здорово выглядеть. И насколько хороша. Пошла загрузка. Падают карты. И с наших героев вот телепортируются вот такие вот персонажи. Отлично. Итак, сразу же сюрприз от Крюка. Бомбой подрывает первого летающего монстра. Второго мы будем швырять сферами. И мощнейший удар Аладдина. Да, супер. Без проблем удалось уничтожить первую волну. Вот вторую Салли кричит, нанося массовый урон. Отлично. Враг пытается отбиваться. И да, супер. Удар Жасмин. Она стреляет волшебным трезубцем. Добивает вот тварь. Вот в виде собаки Крюк атакует. Кстати, друзья, я не сказал. У Жасмин. У Ариэль, прошу прощения. У Ариэля есть особая способность. Она может еще и лечить. Вот создаем вот какой-то портал. Вот волну. Это, по-моему, сделал Микки Маус. И мы победили. Ну что ж, хорошая победа. В принципе, без проблем побеждаем. Вот, кстати, у нас какая-то награда. Вот, нужно будет посмотреть, что нам дали. Итак, вы заработали достаточно жетонов персонажа, чтобы повысить сали до следующего звездного уровня. Ну, давайте-ка посмотрим. Итак, повышаем. Повышаем до сали. Вот, друзья, я, честно говоря, я так не понял, как я собрал эти жетоны. Ну, как-то собрал. Итак, собирайте жетоны персонажа, чтобы повысить их звездный уровень. Ну что ж, неплохо. Ну и раз, друзья, мы уже здесь, давайте-ка я повышу еще вот сали до шестого уровня. Раз мы уже здесь, почему бы это не сделать? Что ж, неплохо возвращаемся назад. Вот. И давайте-ка перейдем в следующую битву. У меня пока только пять персонажей, поэтому будем сражаться с теми, которыми у меня есть. Да, кстати, друзья, пишите в отзывах, в комментариях. Если вам интересна эта игра, я пополню счет и попробую вот при помощи вот подкупить новых героев, которые вам будут интересны. Ну, а пока давайте-ка используем массовую атаку вот Микки Мауса. Ничего себе, он выжигает одну тварь, вторая тоже вот как бы жива. Ну, а мы пока подключаем Алладин. Итак, смотрите, как здорово он наносит мечом неплохой урон. Вот, крюк добивает. И собаку, я надеюсь, вот без проблем запинает сали. Отлично. Ну, что ж, первая волна уничтожена. Переходим ко второй. Да, друзья, я не показал, как работает способность Ариэль подлечиваться, но я думаю, уже в следующей серии. Итак, пока Ариэль стреляет при помощи волшебного трезубца, без проблем выжигает летающую тварь. Вот, и Алладин добивает ударов своего волшебного меча. Победа! Ага, друзья, синдром здесь оказался уже как бы мелкий босс. И причем, смотрите, сколько их много. Ну, что я скажу, друзья? Ну, давайте-ка используем пока подарок крюка. Отлично. Один из врагов уничтожен. Ох, я в шоке. Итак, здоровье. Алладина буквально в красной зоне и его выбивает. И у нас первые потери. У нас первые потери. Вот, Салли тем временем кричит, наносит массовый урон. И я сбрасываю в одноголову врагов в ледяную глыбу. Отлично. Итак, добиваем этого врага. Давайте-ка я еще подлечу наш отряд благодаря особой технике Ариэль. Супер. И надеюсь, Крюк добьет противника и это принесет нам победу. Да, победа. Враг повержен, но бой оказался непрост. Мы потеряли одного из героев. Аладдин не выдержал этой битвы, но бой мне понравился. Итак, друзья, смотрите, в ежедневных заданиях висит двойка и возле изображения Микки Мауса висит троечка. Давайте-ка я посмотрю, что это такое. Вот. Ага, друзья, это нам предлагают усилить героев на единичку. Ну что ж, давайте-ка я, наверное, все-таки прокачаю героев. Вот. Не будем, вот, будем все-таки усиливать наши герои, не будем допускать того, чтобы они погибали. Вот так прокачали мы нашу Ариэль. Давайте-ка я повышу Микки Мауса. Вот. И давайте-ка повысим сразу же и Аладдина. Вот. Здорово. Отлично. И, по-моему, друзья, все. Нет, еще крюка мы можем повысить. Да. Вот. Супер. Ну что ж, отряд у нас неплохо прокачан. Уже все пять героев шестого уровня. Было бы жаль, что мало персонажей. Ну, пока как-то так. Да, несколько подписчиков спрашивали, буду я ли играть эту игру составами от подписчиков. Мы можем это сделать, но пока я как бы не вижу смысла, потому что у нас их очень мало. Кстати, возле Ариэль еще висела какая-то двоечка. Не знаю, что это означает. Ну что ж, друзья, идем дальше в сражение. Давайте-ка посмотрим. Итак, нам предлагают оценить игру. Пока я это не хочу. Итак, ежедневное задание висит двоечка. Давайте-ка мы получим награду. Вот, и пойдем еще несколько сражений. Итак, пока мы на основной великой кампании. Вот, сейчас, мне кажется, будет какой-то крутой босс. И да, друзья, обратите внимание, за то, что мы проиграли, погиб у нас Аладдин, нам дали только две звездочки, три не получилось взять. Ну, а сейчас, надеюсь, мы как-то лучше сработаем и победим врагов. Будем стараться играть без потерь. Вот, буду обращать внимание, когда две, когда три волны. Вот, если боссы, тогда это очень сложно и тяжело. И так, падают карты, с которых возникает наши фигуры и новые мобы, новые монстры, какой-то склет, две волны, я думаю, здесь не должно быть сложно, хотя посмотрим. И так, массовый урон снимает большую часть здоровья, ох, ничего себе, и вражеский лучник восстанавливает силы. Ариаль здорово досталась, но я надеюсь, что ударом своего клинка крюк добьет склета, отлично. Вот, Аладдин рубит мечом, поражая его срубает голову склету. Это что за мелкий эльф? Пока непонятно. Вот, массовые атаки я пока приберегу. Салли снимает часть жизни и Микки Маус добивает противника. Ну вот, первая волна уничтожена, а во второй целая куча врагов. Ну, что я могу? Итак, призываем вот Ариаль с ее волшебным трезубцем. Отлично, один из монстров выжит, удалось выжить. Второго подрывает коробкой с подаркой крюк. Аладдин наносит мощнейший удар мечом, добивая противника. Вот, и что же враг? Враг обстреливает наших героев, но Салли пугает его. Отлично! Кстати, что это был за герой? Ага, это какой-то эльф. вот, ну, я надеюсь, что мы додавим его, сбросим на голову метеор. Урон оказался слабенький. Тем не менее, Микки Маус швырнул огненную сферу, добивает противника, и это приносит нам победу. Просто супер! И да, друзья, мы достигаем седьмого уровня. Максимальный уровень энергии увеличен до 67, и мы идем с вами дальше. Вот, просто-просто супер! Итак, друзья, у нас опять же ежедневные задания. Вот, какая-то награда. Давайте-ка мы получим. Ну, что ж, неплохо. Итак, друзья, я еще не разобрался, как нам покупать героев, как это все увеличивается. Вот, есть у нас, кстати, какое-то письмо, но это, скорее всего, от техподдержки. Вот, и что мы можем дальше сделать? Итак, друзья, давайте-ка, мне интересно, как я могу это все собирать и открывать. Ага, у нас есть, есть, как видите, то ли картинки, то ли ДНК, благодаря которым мы собираем вот карточки персонажем и потом можем открывать. Вот, и так, а как мы можем делать поиски? Мы поиск можем делать просто выполняя определенные миссии. Что ж, понятно? Понятно? Итак, друзья, идем с вами дальше в следующие миссии. Вот, и я думаю, еще 2-3 кампании мы сегодня с вами сделаем. Итак, бой, великая кампания, 29 звездочек из 189 мы собрали. Вот, нужно будет, конечно же, переиграть ту миссию, где мы сыграли на 2 звездочки. Ну, а пока еще следующая, следующая миссия. Итак, кстати, вы видели, там было изображение врагов, кто с нами будет сражаться, ну, а я пока активирую атаку и наши герои идут в очередную битву. Вот, падает, конечно же, молодцы, разработчики, сделали на липиятную графику, то ли эльфы, то ли какие-то монстрики, 2 волны, поэтому я не думаю, что здесь будут проблемы в битве. Итак, мощным ударом Алгин снимает часть жизни, вот, а Микки Маус добивает. Отлично, Джеймс Крюк бросает взрывной подарок и уничтожает противника. Итак, очередная волна врагов, у которых нет шанса. Итак, Салли их пугает, вот, ну и враг тоже не просто, тоже пугает наших героев. Вот, дразнят какие-то изображения. Ну, что ж, смысла лечить я не вижу, поэтому пусть Ариэль уничтожит склета при помощи выстрела из трезубца. Отлично, один бьет своим мечом, а вот Микки Маус добивает огненной сферой. Ну, что ж, замечательно. Хорошая битва, хорошая победа, вот, просто великолепно. Вот, и мы идем с вами дальше. Вот, есть ли смысл прокачивать героев до седьмого уровня, друзья, трудно сказать. Трудно сказать, потому что, кстати, а что это у нас за бонус? Бонус какой-то, проходите боекомпании и зарабатывайте имперские монеты. За имперские монеты можно открыть имперский сундук в магазине и получить жетон мулан или шанью. Вот, это, конечно же, все здорово, это супер, но все же я хотел бы посмотреть, что делается у нас с героями и возможно их усилить до седьмого уровня. Друзья, давайте-ка, я их пока не буду усиливать, возможно, прокачаем в следующем видео, хотя, в принципе, прокачать до седьмого было бы тоже неплохо. Давайте-ка, наверное, все-таки прокачаю. Итак, Салли прокачан до нового уровня, вот, Ариэль мы тоже повышаем до седьмого уровня, вот, идем дальше, Микки Маус повышаем тоже до седьмого уровня, вот так, и, конечно же, прокачиваем и Алладина, вот, остается у нас только крюк, которого мы опять же прокачиваем без проблем и идем в очередную битву. Что ж, супер, друзья, я думаю, давайте-ка сделаем еще одну битву и сегодня на этом уже закончим видео. Итак, кстати, сколько у нас в компании в данной битве, давайте-ка я посчитаю, в прошлой серии я совершил с вами шесть битв и мы получили сундук, сегодня мы уже с вами прошли пять, давайте-ка шестую и, 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 либо уже дойти до сундука, друзья, чтобы посмотреть что-то интересного, тоже вот интересный вариант, ну, давайте-ка пока посмотрим, насколько здесь будут сильные враги, возможно, мы дойдем с вами до сундука и откроем нового персонажа, чтобы, опять же, в следующем видео вы писали сыграть этим составом, либо взять нового персонажа. Итак, давайте, наверное, все-таки сделаем три-четыре вот еще сражения и откроем нового персонажа, и тогда только на этом закончим видео. Литву, вот, всевозможные враги, то и какой-то снеговик, то ли что, непонятно, ну, а я пока, вот, давайте-ка брошу подарок от крюка, отлично, массовую атаку я пока приберегу, и так, враг больно кусается, ну, а наш вот, Аладдин наносит удар катана сверху, вот, пытался выбить какого-то летающего монстра, или кто это, непонятно, и так, Салей, на тебя одна надежда, не сумел, не сумел с Салей справиться, но вот, Ариаль, стреляя своим вот волшебным трезубцем, добивает противника, и так, враг нас дразнит, какой-то мелкий гоблин, вот, общими усилиями мы его запинали, отлично, и здесь, друзья, три волны, здесь три волны, то есть, чувство, бой будет непростой, вот, это у нас карты пик, вот, продолжаем битву, отлично, крюк добивает противника, вот, и так, что делают карты, они, вот, пугают нашего Салли, опять же, массовую атаку я приберегу, хотя, вот, выстрелы из трезубца, надеюсь, вот, Ариаль добьет противника, и так, все идет неплохо, хотя, здоровье нашего Салли уже начинает проседать, и так, добивающий удар, и мы переходим к третьей волне, что нас ожидает, ох, ничего, рогатый король, друзья, рогатый король, и при нем целая куча всевозможных монстриков, отлично, крюк подрывает одного из врагов, дальше, массовая атака Микки Мауса, наносит неплохой урон склетам, и я еще сбрасываю на голову врагов ледяной Метеор, отлично, склеты расплющены, вот, Аладдин в прыжке бьет мечом, и уничтожает рогатого короля, победа, победа, ну что ж, здорово, просто, просто великолепно, хороший результат, хороший бой, вы можете искать места, где можно найти заколдованное снаряжение, и так, друзья, давайте-ка посмотрим, это до сих пор идет обучение, большинство предметов можно найти в разных местах, и что это означает, вот, первый, предлагают нажать, друзья, что-то я не совсем понял, что и как это работает, ну, давайте-ка я пока нажму экипировать все, вот, надеюсь, это поможет нашему Микки Маусу, ну, как-то так, вот, кстати, давайте-ка еще назад вернусь, и посмотрю, нельзя ли экипировать еще кого-то из наших героев, и так, я, честно говоря, не понял, это что, очередная битва, да, это очередная битва, и так, друзья, я, что подумал, вот, давайте-ка все-таки мы потестим данные сражения, кстати, смотрите, какие здесь интересные враги, кто это? у нас, гиена, жук, носорог, проныра, злодеи, приключения и камба и мистера Туада, и еще тролль, герой холодной сердце, ничего себе, и так, куча всевозможных героев, ну, а сейчас я их по тесте в битве и посмотрим насколько хорош будет наш отряд Итак, друзья очередную битву, вот я все-таки подумал, друзья, нет, не будем мы сегодня доходить до сундука давайте-ка мы сейчас совершим этот бой и на этом сегодня уже закончим видео вот думаю, так будет здорово, а в следующем уже вы увидите, что нового сундука Итак, первая волна, в которой нас встречает целая куча гиен вот две волны, поэтому я не думаю что здесь будет сложный бой Итак, Аладдин первым ударом уничтожает первую гиену вот Миккеа Маус поджаривает вторую и крюк пытается ее уничтожить, да, получилось гиена кусает крюка вот в свою очередь Салин наносит мощный удар рукой вот практически критический удар и вот Жасмит прошу прощения, Ариэль удается добить противника отлично, вот вот тот жук вот тот проныра и вот тот тролль, которых которых я с вами вот тестил, смотрел Итак, пытаемся атаковать жука что-то слабенько но возможно массовая атака от Микки Мауса нанесет больше повреждений неплохо вот, и так есть возможность использовать бомбу нашего крюка кстати, вы заметили, что жук привлек внимание к себе на это ему не помогло и так, еще одна массовая атака вот дразни сали вот и нам удается просто добить последнего тролля сбросим на его голову огромный ледяной метеор ну что ж, как-то так вот, интересный бой хорошая победа вот, продолжаем битву и на этом сегодня, друзья давайте-ка мы закончим вот, в следующем видео уже дойдем до сундука посмотрим, что там интересного ну а пока сегодня я на этом уже с вами буду прощаться всем пока-пока подписывайтесь на канал ставьте лайки ожидайте новых серий пишите в отзывах в комментариях нравится, не нравится ли игра стоит ли снимать продолжение ну и конечно же чтобы не пропустить ни одну серию нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка и к вам будут приходить уведомления о новых сериях всем пока, друзья до новых встреч